Уважаемые телезрители, эфир телеканала «Югра» продолжает программа «Северный дом» в студии Галина Эдина. Здравствуйте! Педагоги школы Хулим Сунта, являющиеся одной из ста лучших школ России, местные краеведы проводят огромную работу с детьми посёлка. Устраивают для них этнографические экскурсии, практические занятия по традиционной культуре. Всё это для того, чтобы юные жители Хулим Сунта ценили и берегли свою малую родину. Слово моей коллеги Татьяне Гордеевой. Каждый год в рамках урока «Многоликая югра» школьники изучают историю своего посёлка, а точнее древнего поселения Хулим Сунт. Именно здесь в своё время этнографы обнаружили стоянку древнего человека. Первые люди, которые обитали в этих краях ещё в эпоху неолита, а это 5-4 века до н.э., оставили после себя археологические памятники. Например, на этом месте когда-то стояли землянки, в которых жили древние вагулы. Так как это место официально является историко-археологическим памятником, здесь нельзя рубить деревья, строить дома и вести раскопки. Обо всём этом школьникам рассказывает молодой педагог Валерия Кивелева. В моей крови очень много национальностей, но все они финно-угорские. Это и ханты, и манси, и коми. Даже есть татары, но маленькая-маленькая-маленькая толика. И есть и русские. И моя преподавательница в моём университете называла меня финно-угорка. То есть у меня столько всего, что и интересуюсь много чем. Поэтому вот такое вот у меня было, можно сказать, прозвище. После окончания Югорского госуниверситета Валерия вернулась в родной посёлок. В рамках уроков дополнительного образования преподает ребятам историю и культуру народов Севера. Сейчас я хочу передавать эту любовь детям нашего посёлка. Не только нашего, но хочу начать именно с нашего посёлка. Потому что это наша земля, где я прожила много лет, и она стала на меня очень-очень родной. За время учёбы в Хандамансийске Валерия научилась играть на нескольких национальных музыкальных инструментах и познакомилась со священным праздником обских угров «Медвежье игрище». Все эти знания она теперь применяет на практике с учениками. Ребёнок должен знать, откуда он, свои корни, вообще, где живёт. То есть это важно, я считаю. И учитывая то, что нам преподносит это таким образом, это намного интереснее, запоминающе. На занятиях по этнографии ребята узнают, что манси когда-то держали оленей, охотились и рыбачили. В советское время они трудились в колхозе «Победа», который чуть позже вошёл в состав объединённого колхоза имени Кирова с центром в посёлке Никсимволь. С середины прошлого века люди со всего Советского Союза ехали осваивать Север. Как раз в то время в Хантамансийском автономном округе, а точнее в Берёзовском районе, обнаружили газ. Добываемый в низовьях реки Северная Сосьва. Он шёл транзитом через Хулимсун, на Урал и далее на всю страну. Вместе со строительством магистрального газопровода и газокомпрессорной станции в километре от мансийской деревни Хулимсун обустраивался посёлок газовиков. Приезжих становилось больше, чем самих коренных жителей. Люди с утра до ночи были заняты на производстве. И со временем вести традиционное хозяйство большинство местного населения перестало. Сегодня в сельском поселении Хулимсун, куда входит сам посёлок и деревня Никсимволь, проживает около двух тысяч человек. Из них в мансии осталось всего ничего, чуть более 500 человек. В самом посёлке Хулимсун зарегистрировано и того меньше, почти 360 мансий. Первые коренные жители этих мест – люди из рода Пуксиковых, Пеликовых и Алгадьевых. Мы отдельно живём, мы сами по себе. Там сейчас как пенсионеры же, ну как тут жили, так и дальше живут. А молодёжь, они уже им надо цивилизацию им, чтобы готовый газ был, вода была. Но правда нам газ провели, через 10 лет трубы висели на улице. Потом, когда всё же собрались, сделали вот недавно, но отопление вот ему надо дома газовое сделали. Ну а печку всё равно, у нас печки стоят, потому что сильные морозы, дома уже старые, печку всё равно надо подтапливать. Галина Алгадьева и Мария Двинянинова всегда рады общению со школьниками. Хоть есть кому о своей жизни рассказать. Мария Двинянинова – первый фельдшер в посёлке. В начале 70-х годов, после окончания медучилища, её направили в Хулимсунд врачевать. С тех пор она и работала в фельдшерско-акушерском пункте до самой пенсии. Я не хотела сюда ехать, хотела где-нибудь в другом месте работать. Но меня направили сюда, так как я сама язык знаю, и тут в основном манси. И поэтому направили. И я сюда приехала, и мне повезло, что я только приехала. Тут началась стройка. И я тут вот замуж вышла. Общение с коренными жителями, знатоками мансийского языка и традиционной культуры – обязательная часть школьной программы «Моя малая родина». Тем более ребята, многие из которых гордятся тем, что они манси, охотно рассказывают о своих семьях. Так ещё в середине 50-х годов прошлого века в Никсимволь приезжал известный советский художник Владимир Игошев, чьи картины до сих пор хранятся в Третьяковской галерее в Москве и Доме музея художника в Хантамансийске. В числе его работ, посвящённых коренным народам Севера, есть вот этот портрет мансийской девушки Софьи Пеликовой. Сегодня внучка Софья Васильевна Юлия Давыдова делится воспоминаниями о ней со своими одноклассниками, как бабушка ещё в 12 лет добыла своего первого медведя и как много навыков успела передать своим потомкам. Моя бабушка была великой мастерицей. Она учила меня рукоделию, она учила меня вышивать, шить. Также я пробовала шить национальную обувь. Моя бабушка учила меня охотиться. Она научила меня ставить петли и на норок, и на зайцев, и на белок. Она учила меня всему, и я за это очень горжусь ей. Главой сельского поселения Хулимсунт Ольга Баранова проработала 10 лет. Теперь на заслуженном отдыхе. Но отдыхать не получается. Ольга Васильевна делает всё, чтобы в посёлке был свой музей. Вместе с этнографом Яковом Яковлевым она написала книгу о Хулимсунте и деревне Никсимволь. И совсем скоро труд в 500 страниц с воспоминаниями старожилов, документами и фотографиями увидят югорчане. О коренных жителях Север Ольга Баранова вспоминает с грустью. Того, что было, уже не вернёшь. Но память о культуре народа Манси, старинные вещи и предметы, которые когда-то были почти в каждой семье, она собирает по крупицам для будущего музея. А пока помогает учителям проводить для ребят этнографические экскурсии. Дети в этом нуждаются, и взрослые нуждаются. Потому что история очень богатая. И по крупицам, когда её доносишь, человек просто открывший рот слушает. Потому что ему это интересно. Он живёт на этой земле. Многие школьников сегодня на практике учатся тому, чем раньше занимались народы Севера. Вместе с преподавателем школы искусств Надеждой Масловой плетут из бисера браслеты и традиционные пояса. А ещё ткут ковры на специальном станке. Это очень красиво, такая большая работа, трудная. И гордишься ей. В своё время Надежда Маслова выучилась на культуролога, с отличием окончив Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени Герцена. По материнской линии она принадлежит к обским ханты, а по отцу – к верхнесосвинским манси. И мастеровые традиции в её семье ценились всегда. Благодаря тому, что она знает свои национальные корни, да, и несёт это всё, передаёт нашему новому поколению, ребята с большим удовольствием посещают уроки. К счастью, есть люди, которые успели научиться чему-то у старых мастеров. И даже люди из поколения, рождённых в 70-х годах, даже в 80-х годах, очень многие умеют творить то, что творили их бабушки, дедушки. И хотя добраться сюда можно только по зимнику или на вертолёте, люди не готовы променять Хулимсун на какой-нибудь другой населённый пункт поближе к Большой Земле. Может быть потому, что у всех у них есть стабильная и хорошо оплачиваемая работа. А может потому, что здесь пока ещё живут люди, которым дороги традиции коренных народов, и кто хотел бы продолжать сохранять многовековую историю своего посёлка, передавая детям свои бесценные знания. Татьяна Гордеева, Эльдар Муратов, телекомпания «Югра», посёлок Хулимсун. Специально для программы «Северный дом». Театр Обска угорских народов солнца готовится к показу в сезоне 2018-2019 свою новую постановку. В начале 2019 года, который, как известно, объявлен в России годом театра, зрители смогут увидеть спектакль по пьесе «Орфей спускается в ад Теннесси Уильямса», одного из самых значимых американских драматургов 20 века. Правда, рабочее название этого проекта югорских театралов иное. «Моя колданка уплывает вдаль». Какие ещё отличия от оригинального произведения хранит в себе спектакль, попытался выяснить наш корреспондент Игорь Старков. Он побывал на первых закрытых показах. Театр Обска угорских народов солнца не в первый раз обращается к иностранной драматургии в своих постановках. Труппа уже воплощала на сцене любовную диатрибу мужчине в кресле Габриэля Гарсии Маркеса, пьесу «Всё, наконец!» Петера Турини, а также коллегу с острова Инишман Мартина Макдонаха. В новом сезоне театр «Солнце» представляет спектакль «Моя колданка уплывает вдаль». По мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад». Американская драма 50-х годов на почве российских северных широт наших дней. Оригинальный текст соседствует с монологами, как принято говорить, на злобу дня. Как-то раз я решила устроить акцию протеста. Установила чум на площади нашего города и жила там пару дней, пока его не разобрала полиция. А когда начался судебный процесс над человеком, одним из коренных, который убил медведя, напавшего на его ребёнка, как это меня разъярило. Совмещать такие, на первый взгляд, непохожие, разные предлагаемые обстоятельства взялся петербуржец Евгений Авраменко. С самого начала понимал, что глупо будет, если эти артисты начнут изображать Америку. И тем более Америку конкретного времени, то есть середины 20 века, с её очень специфичными проблемами. Если взять, скажем, у Теннесси Уильямса борьба, я не знаю, чёрных и белых. Это борьба, в принципе, угнетение национальных меньшинств. А получается, что эти коренные северные народы, они исторически это испытали. И этот опыт, он ещё жив в этих ребятах. Для Евгения Авраменко это дебют в качестве режиссёра. Театральному миру он известен прежде всего как критик-театровед. С театром «Солнце» он захотел поработать после одного из увиденных, по долгу своей основной работы, спектаклей. Я видел спектакль худрука театра Анны Ксении Вишневской по Чингизу Айтматову. И вот как-то сразу полюбил этот коллектив. Вот прямо был в таком восторге от этого спектакля. И мы стали поддерживать отношения. Потом я ещё приезжал сюда, я писал о рецензии на спектакле театра «Солнце». И вот как-то мы переписывались с Анной Ксенией. И она вот так, ну, мне показалось, как бы шутя, сказала, а не хотите ли вы поставить у нас какой-то спектакль. И оказалось, что это не шутка, а серьёзное предложение. И я подумал, почему бы нет. Я не работала ещё над таким спектаклем. У нас чаще национальные ханты, манси, ненцы, как бы детские спектакли. И Евгений что-то новое привнёс в наш театр, что-то новое показал. И чему-то новому мы у него научились. Человеческому глазу нельзя доверять. Внешность, да, обманщива. Я пишу не предметы, а ощущения этих предметов. Своевидения. Поэтому меня называют художницей-визионеркой. С материалом, который в свою очередь является вольной интерпретацией мифа об Орфее, поступили тоже весьма вольно. Вот, например, главный герой Велл в этой постановке становится Валентином, сменившим гитару на Сен-Квеллтап. Исполнитель этой роли Александр Тургачёв признаётся, что эта постановка поставила перед ним совершенно новые актёрские задачи. Сложность у меня сейчас с вокалом, поскольку я не певец, а спектакль надо петь. Как-никак это всё-таки Орфей, как это заявлено у Тенниса и у Вильмеса. Ну, в общем, стараюсь, занимаюсь дополнительным вокалом. Теперь молю Тебя, о Боже мой, Пусть будут все мои друзья со мной. Сложно в плане в том, что мы работали без выходных, вот с утра и до вечера, задерживались часто. В этом плане. Как работать с режиссёром было очень интересно. То есть и персонажи, очень много было поисков у нас. Вот сама атмосфера очень такая творческая. Поклонники театра смогут увидеть плоды долгой и напряжённой работы труппы Театра Солнца в 2019 году. Следите за театральной афишей. Игорь Старков, Антон Пироговский, Эльдар Муратов. Телекомпания «Югра», Ханты-Мансиск. Специально для программы «Северный дом». Что может быть честнее и благороднее, как учить других тому, что сам знаешь и умеешь. Эта философская мудрость особенно подходит учительской династии Абатиных в село Казым Белоярского района. В их честь в рамках проекта «История семьи в истории страны. След прожитой жизни» сотрудники этнографического музея под открытым небом Торума организовали выставку. Она посвящена основателю династии, одному из первых учителей народа Ханты, Алексею Абатину, его сестре Екатерине Лазямовой и дочери Галине Абатиной, которые всю жизнь занимались изучением родного языка в школе. Своими воспоминаниями о вчителях поделились их бывшие ученики и коллеги-ученые с нашей съемочной группой. О том, что она станет учителем, Софья Каксина поняла еще в детстве. Когда пришла в первый класс Казымской школы, не зная русского языка, то первым человеком, кто помог ей преодолеть все трудности, оказалась Галина Абатина. Учитель начальных классов и преподаватель родного языка научила Софью не только хантыйской, но и русской грамоте. С пятого класса она брала детей, и до одиннадцатого класса у них был пулп охотника. Они учились, как охотиться, и все это на родном языке. На рыбалку ходили, на стойбище оленеводческое заочно путешествовали. То есть вот это все на уроках родного языка было. Да и время тогда золотое было, когда дети и учителя говорили на родном языке почти что на равных. Об этом вспоминают сегодня все, кто пришел на выставку рода Абатиных в этнографический музей Торума. Это генеалогическое древо своей семьи Галина Алексеевна собирала много лет. В нем переплетается вся жизнь ее родных, где самые близкие люди — отец Алексей Максимович и его сестра Екатерина Максимовна. Так же, как и они, Галина Абатина окончила педагогическое училище в Ханты-Мансийске, посвятив себя исследованию хантыйского языка. К сожалению, я не узнала своего дедушку. Он очень рано ушел из жизни. Но его дочь Галина Алексеевна Абатина, моя тетя, с детства нам показывала его труды, то есть его рукописи, его сказки, его рисунки, его сборники орнаментов, то, что он рисовал. И мне с детства было это интересно. Алексей Абатин — один из первых учителей народов Севера. В соавторстве с другими учеными он написал первый хантыйский букварь. Алексей Максимович делал все, чтобы единым литературным языком народа Ханты стал казымский диалект, при этом не умаляя другие диалекты — ваховский, шурышкарский и сургутский, которые он призывал активно изучать. Уже в середине 50-х годов Алексей Абатин предупреждал научное сообщество об исчезновении языков малых народов. Ем мог бы сделать еще немало для их сохранения, но из-за болезни, которая настигла его в молодости, не смог. В 35 лет его не стало. Дело брата продолжила сестра Екатерина Максимовна, у которой в свое время училась ныне один из самых уважаемых работников в музее Турума — Зоя Лазямова. Люди того времени, они в самом деле особенные люди. Они первые учителя из числа. Они крепко еще держались за свою культуру. А сейчас что? Язык ушел. Практически он ушел. Это мы еще знаем. Я еще знаю язык. Мои дети не знают. А то, что вот говорят, ой, мы знаем язык, ты вью, это не язык. Это все. Язык ушел. Многие из педагогов, кто когда-то так же, как и Абати, написал учебники и преподавал в школах, сегодня бьют тревогу. Когда в школах на родные языки отдается всего один час, до этого внеурочное время, это нереальные дела по сохранению языков. А у нас в богатом округе, у нас на язык и культуру коренных народов не хватает. Нет возможностей. Сейчас, например, кышите не преподается язык, соганы не преподается язык, шеркалах не преподается язык. Поэтому эта выставка сбудоражила нас. Проблемы, они всегда были, остаются. И продолжили. Говорят, что много учебников создали. Да. Чем мы больше создали, тем больше у нас проблем. Еще больше хотим создавать. Потому что все-таки это недостаточно, чтобы ученик взял книгу и самостоятельно выучил язык и познал культуру. Для этого нужен учитель. Вот почему те, кто сегодня вспоминают семью Абатиных, прекрасно понимают их роль в изучении хантыйского языка и возлагают на государство последнюю надежду. Тем более, что президент России Владимир Путин в своем недавнем визите в Хантамансийск подписал указ о создании фонда сохранения и изучения родных языков, который будет заниматься изданием учебников, подготовкой преподавательских кадров и повышением квалификации учителей. А благодаря федеральному закону о развитии и сохранении языков коренных народов с инициативой принятия такого важного документа обратилась к президенту России губернатор Югры Наталья Комарова на заседание Совета по межнациональным отношениям возможно, в ближайшем будущем удастся официально утвердить единый алфавит хантыйского языка. Ну а пока старшее поколение на примере семьи Абатиных учит молодых, как стать известными и уважаемыми людьми. Нужно просто делать дело, которое ты любишь. Например, выучиться на этнопедагогов, увлекая детей историей и языками коренных жителей. Татьяна Гордеева, Виктор Севков, телекомпания Югра, Ханты-Мансийск специально де программы «Северный дом». Веру Кондратьеву, талантливую певицу из народа ханты, все чаще можно встретить на самых разных мероприятиях не только коренных малочисленных народов Севера, но и финно-угорского сообщества. Ее творчество не оставляет равнодушными ни подрастающее, ни взрослое поколение, ведь тексты ее песен наполнены вековой мудростью хантыйского народа, а музыка передает звучание современного ритма жизни. В гостях у югорской этно-звезды побывала наш специальный корреспондент Анжела Осколкова. «Песня — это моя жизнь», говорит Вера Кондратьева. И действительно, ее голос в буквальном смысле вводит в состояние транса, ведь там в ее музыке можно услышать и звуки зимней пурги, и топот оленей копыт, и спокойный размеренный уклад жизни коренных жителей. С самого детства песня идет с ней по жизни. Будучи еще ребенком, Вера уже знала, что хорошо поет. Подтверждением этому стала ее победа в окружном музыкальном конкурсе «Северное сияние», а ведь тогда Вере Кондратьевой было всего 7 лет. «Маленький человечек рождается, я так считаю, талантом. Надо просто присмотреться, прислушаться своему ребенку и понять, к чему его, этого детей направить. Понимаете, как... Верунти, когда родилась, она не плакала, она пела. Я в окружерке, «У-у-у, это же певица родилась». Материнское чутье не подвело, и Татьяна Семеновна отдала девочку в музыкальную школу, а затем и сама Вера поступила в Тюменский колледж искусств и Тюменский государственный институт культуры, причем училась в обоих учебных заведениях одновременно. О выборе своего жизненного пути Вера ни разу не пожалела, ведь ее сердце до сих пор поет, причем на двух языках, русском и хантыском. Особенно певица любит песни, которые еще пели ее бабушки и дедушки. Вы знаете, как говорится, человеческая жизнь все-таки не вечна, и хотелось бы эти песни сохранить, то, что когда-то мне пела мама, где-то старшая сестра мне пела, и двоюродные сестры пели. Я это все запомнила. Думаю, раз Верочка поет, почему бы не продолжить, чтобы эти песни не забылись. Там все-таки такая интересная тематика. Не то, что есть песни, которые личные песни, а есть песни какие-то легенды. Это же очень важно сохранить для потомков. В репертуаре певицы есть немало традиционных хантыльских песен, обработанных на новый лад. По мнению Веры, новое звучание поможет привлечь молодежь и с неожиданной стороны раскроется для слушателей старшего поколения. Сам фольклор как аутентичный, он интересен, но его не будут слушать постоянно. Вот в наше время, я, конечно, не могу отвечать прям за всех, но по тому моему наблюдению, которое я увидела, и по мнению, которое сложилось от этого, в основном даже молодежь, но они послушав один-два раза, это, конечно, хорошо, здорово, но они потом и теряют интерес, и хочется чего-то иного. А вот тексты новых песен Вере порой дарят знакомые писатели-поэты. Но большинство текстов она пишет сама, или, вернее, они сами к ней приходят вместе с мелодией. В самых неожиданных местах главное успевать записывать. В какой-то другой мир я попадаю. Это не... Я не нахожусь здесь и сейчас. Я могу отключиться, мыслями улететь куда-то, представить какую-то картину, то, что я пою, сочиняю. Прям, знаете, как в клипе ты видишь, да, уже вот какой-то видеоряд. И вот в этом процессе я могу находиться от нескольких минут. Все зависит от того, где я нахожусь. Если я гуляю по лесу, то это может быть какой-то продолжительный, до часу, такой момент, что хожу, сочиняю. Точное количество песен в своем репертуаре Вера даже и не знает. Отшучивается, что их, как и олени в стадии, считать не принято. Однако то, что новая сладкоголосая звезда Вера Кондратьева зажглась на музыкальном небосклоне Югры, заметили многие. В Белоярском районе на праздновании Дня коренных народов мира губернатор округа Наталья Комарова отметила ее как талантливого самобытного исполнителя и вручила подарок на день рождения сертификат на покупку акустического микрофона, чтобы теперь уж наверняка ни одно мероприятие коренных народов Севера не прошло без выступления Веры Кондратьевой. Ради творчества и возможности чаще выходить на сцену певица даже ушла с постоянного места работы. Еще весной 2018 года Вера работала режиссером театральных представлений и празднеств в культурно-спортивном комплексе Юбилейный города Лентора. Теперь ее жизнь наполнена только любимым делом. Мне нравилось работать там, где я работала. в культурно-спортивном центре. Мне нравилось то, что я делаю. Единственное, больше мне нравилось все-таки заниматься своим творчеством. И мне не хватало времени для выхода своего. И только это меня сподвигло на то, чтобы я пустилась в вольное плавание, стала таким свободным творческим художником. Почитатели творчества Веры Кондратьевой порадовал ее новый клип, который вышел в сентябре 2018 года. Песня «Югра, ты моя земля», написанная самой певицей, уже стала негласным гимном Хантамансийского автономного округа. В планах югорской певицы записать первый сольный альбом, куда войдут как фольклорные песни народа Ханты под аккомпанемент традиционных инструментов нарсю, хворган, тумран, так и современные композиции. Анжела Осколкова, Игорь Батищев, телекомпания «Югра, Лентур» специально для программы «Северный дом». Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Северный дом». Я, Галина Эдин, прощаюсь с вами. До новой встречи на телеканале «Югра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова